Мы смотрелись в гороскопе с понятием Дхавна. Они ищут своё предназначение. Чем мне заняться? Есть четыре вида. Это шудры, рабочие. Это вайши, тампоцы. Это кшатрии, воины. Это браманы, священнослужители. Чем они отличаются? Они отличаются, что все они испытывают разное счастье. Шудра испытывает счастье от того, что он что-то делает руками. Выкопал оборот, посадил дерево, построил дом. Залез под машину, что-то отремонтировал. Это его счастье. Вайши, торговец. Пошёл, продал, получил деньги, прибыль. То есть купил жене изумрудов, бриллиантов. Потом эту жену показывает. Вы посмотрите, какая у меня жена. То есть я занимаюсь бизнесом. В этом его счастье. Кшатрии, воин. Он получает счастье тогда, когда он что-то защищает. Он может защищать своё эго. Я знаю, как вам нужно жить. Только кровью и плотью Иисуса Христа вы войдёте в Царство Небесное. Нигде этого не написано. Но есть люди, которые тотально, догматично, авторитарно защищают какую-то идею. Защищают какую-то группу. Защищают себя. То есть у них природа, когда они что-то защищают, доказывают свою правоту, иногда на повышенных долгах, они счастливы. Они чувствуют смысл жизни. И браманы. Они счастливы от того, что они что-то изучают. Что они узнают, как устроены мироздания, как связаны религии, как всё это жить. И браманы, по сути говоря, они потом идут больше именно как бы в Мокшу. Но мы до этого отойдём. Так вот, важно. При выборе другого человека, мы уже говорили, что мужчина и женщина никогда не поймут друг друга. Если ещё взять, что у них разное понимание счастья, они находятся в разных кастах, здесь вообще будет очень тяжело понять друг друга. И считается, что мужчина всегда должен быть на касту выше. Чтобы женщина была немножечко под контролем, потому что её психическая энергия более сильная. И раньше мужчин отдавали в школы контролировать свои чувства, ум и чувства. Мужчина должен уметь терпеть. Да, то есть, мы знаем спартанские условия и так далее и тому прочее. И когда я научился контролировать свои чувства, я что делаю? Я прихожу в мир, и уже у него мои чувства под контролем. А потом женщина ещё становится в подпознании и становится всё лучше, вообще прекрасно. Это вчерашняя тема, я её не углубляю. Идём дальше. Женщину отдавали обучаться ведьмам. Кто такой ведьма? Это ведущая мать. Это та женщина, которая срастила в родовой традиции 16 детей. Если женщина, эта девочка, пришла и получила это образование. О чём образование? Образование о ложном эго мужчине. Как не задевать его ложный эгоизм? Мы говорили вчера, что мужчина всегда действует в социуме. Что у него всё направлено туда. 80% счастья во внешнем мире, 20% во внутреннем. У женщины наоборот, 80% счастья внутри, то есть в семье, 20% только на социуме. То есть она как не задевать ложное эго, как быть приятным мужу, как делать массаж, как вкусно готовить, как говорить приятные вещи, как хорошо выглядеть, культуру, традиции. То есть она это всё получала, знания, тонкие знания, алгоритмы. Если же женщина по какой-либо причине, девочка, не закончила обучение у ведьм, считалось это не совсем хорошо, потому что богиня весны у славян, как звали, лесточка. Если женщина прошла, будучи девочка, её называли весточка, богиня весны. И союз с такой девушкой считался счастливым, успешным. Если же вестой она не стала, она не закончила, её называли невестой. И союз с такой женщиной считался браком, потому что он изначально построен и на правильных отношениях. Если рассматривать даже с позиции астрологии планеты, мы знаем, что понедельник — это Луна, вторник — Марс, среда — это Меркурий, четверг, и Петер, пятница — развратница, Венера, суббота — Сатурн. Самая тяжёлая энергия. Евреи в субботу вообще ничего не делают, потому что всё, что вы делаете в субботу, в материальном мире подвержено распаду. Когда она женится? В субботу. В субботу. И воскресенье солнца. Поймите, самые ценные знания вам никто никогда не даст, потому что социум направлен на то, чтобы люди жили в стрессе. Когда они в стрессе, они входят в бессознательный жизненный сценарий. Это секс, сон, еда, оборона. Они тогда больше покупают, больше едят, больше занимаются сексом и вертятся в этой мышеловке. И общество всегда делает с вас потребителя, а не личность. Чтобы стать личностью, нужно именно выйти, узнать основные законы. И три основных фрагмента мозаики жизни, кто читал мою книгу, там я их описываю. Это взаимоотношения, финансы и здоровье. Их нужно знать. Нужно знать правильные алгоритмы и потом эти алгоритмы применить к своему телу и к своему жизненному сценарию. Не тупо под копирку, да? 2 плюс 2 равно 4. Как это действует в моей жизни? Уже в проявленном состоянии. Это очень важный момент. Так вот, когда я действую, я могу действовать в этом мире с позиции дхармы. Следующий момент. Есть люди, которые эту дхарму отработали изначально. Они родились в позиции артхи. Они изначально богаты. Артха — это процветание. И они живут для того, чтобы зарабатывать деньги. И это нормально. Ты им говоришь, что ты постоянно зациклен на этих деньгах. Вот какое у тебя предназначение. Просто у вас все планеты стоят, большинство дхармы. А у него стоят процветания. Он хочет радоваться жизни. Он хочет зарабатывать деньги. Он бегает, крутится. И он абсолютно счастлив. Это его позиция. Это его природа. Это важный момент. Это его дхарма. Это его природа. Зарабатывать деньги. Не надо такого человека убеждать в чем-то другом. Он, видимо, должен быть здоров, уже ж, наверное, счастлив. Да. Небольшие условия. Да. Большие условия. Да, мы сейчас говорим именно о традициях. И есть люди, которые именно в адхе. Это тоже нормально. Есть люди, которые пришли изначально в храме, в желание. Это важный момент. Я хочу получать чувственное удовольствие. Я хочу заниматься сексом. Я хочу есть вкусную еду. Я хочу приятное общение. И когда им говорят, слышишь, какое ты наслаждаешь свои материальные чувства. Ты скоро умрешь. Подумай о вечном. Они приходят в любую религию, где аскезы. Их просто срывает. Они терпят свою жизнь. У них нет внутри Бога. Потому что они идут не по своей природе. Поэтому очень часто женщины, у которых много камы, а им говорят, что секс только для зачатия детей. Они теряют смысл жизни, они ходят перетянуты не в ту сторону. Важный момент. Еще раз метафора со струной. Понимать свою природу. У нас есть тело, которое живет по потребностям. По требностям удовлетворения, сексу, недообороны. Есть душа. Принцип божественного. Тянется вверх. Вот важно принимать и потребности тела, но помнить, что душа первична. Есть люди, которые изначально умокшим. Они сели в медитацию на целый день в порядке. Они изучают Писание. Их не интересует ничего другого. Они думают, какие странные люди, зачем все это. Тело принадлежит земле, скоро уйдем. У каждого из нас своя природа. Перед тем, как брать какое-то наставление о свою жизнь, поймите свою природу. Завтра у меня будет последняя тема. Синдром дурака, то есть уроки гениальности. И после него, кто захочет, это будет платный тренинг. Он стоит 50 гривен. Я буду давать тему смены жизненного сценария с конкретными примерами. То есть это программа на 45 дней, которую, если вы хотите изменить свою жизнь, вам нужно будет делать. И поэтому, кто хочет, может взять эту ответственность на себя. Сделаем энергообмен. Я дам ее на фестивале Тавали. Кто считает, что ему достаточно все на уровне информации, и он не готов прорабатывать. Потому что, поймите, в рамках форкшопа, мастер-класса за полтора-два часа можно какие-то вещи осознать. Но прорабатывать вы всегда будете дома сами. И вот насколько у вас есть волевое усилие, инструменты я дам. Кто захочет. Смена жизненного сценария. Его в программе нет. Я просто после тренинга, который будет завтра утром, сразу мы остаемся, и я буду давать глубинные ключи к пониманию, чтобы механизм заработал. Потому что хорошо знать машину, но если туда не залит бензин, мы ее знаем всего лишь на уровне ума. Нужно уметь пользоваться именно как-то своим телом. Поэтому в моменте выбора, мужчины и женщины, я должен понимать, кого я выбираю и почему я выбираю. Вот это важный момент, о котором я хотел сказать. Поэтому есть рода, в которых изначально определенные вещи или проявлены, или не проявлены. Если они проявлены, то нужно этим пользоваться. Если не проявлены, иногда какие-то вещи лучше не открывать. Потому что есть какие-то глубинные шоковые травмы. Иногда опасность мастер-класса, когда человек затрагивает глубинную травму, изнасилования, пожары, обиды и так далее. И он открыл процесс, и человек остался наедине с этим процессом. Проблема шоковой травмы, что, допустим, ребенка изнасиловали в 10 лет, и вроде бы все в порядке. А шоковая травма, впоследствии, могут проявиться в 30 лет. То есть никто не знает, куда она вынуждена. Планеты стали как-то не так, какое-то событие запустился именно механизм. И иногда у нас всегда есть именно контейнер. То есть контейнер — это когда мы дышим. И заметьте, когда мы чего-то ждем, прилагаем болевое усилие, мы иногда терпим жизнь. Это нормально. Иногда это нормально. Но терпеть постоянно всю жизнь — это очень тяжело. И что происходит, да, то есть давайте проведем именно такой эксперимент. Положим руки на грудь и дышим. Да, то есть вот послушаем, как мы дышим. Как поднимается грудная клетка. Вот по сути говоря, это определенные… Если она не хочет дышать, нет момента полиализации, это могут быть какие-то обиды, да, то есть… А сзади она может не дышать вот это болевое подсознание, да, то есть вот это тяжело. То есть иногда я на мастер-классах, да, и когда мы в парах работаем, вот сзади. Попробуйте дышать, положить руку на спину, вот насколько достанете, и попробуйте дышать именно в ту область. Потому что мы знаем, что каждая часть позвонка, каждый орган, он отвечает за определенные эмоции, за определенные состояния. И если у нас где-то орган не дышит, мы не чувствуем это биение, мы вниманием направляем туда энергию, свое дыхание, где энергия, там и сила, и этот блок медленно и уходит. То есть это очень как бы именно важный момент дыхания. Если же мы не хотим ничего чувствовать, мы застрессованы, рак называл это мышечный панцирь, да, зажатые люди, вот дотронешься, да, он мягкий, да. А есть люди, вот дотронулся, все, то есть он не дышит. Что происходит, да, не происходит никаких жизненных процессов. Попробуйте, что сейчас делать, ну, это будет, может почувствовать, нет, себя зажать так, а дыхание направить внутрь, в себя. Вот, чтобы дыхание шло внутрь. Дома можете порекомендовать, вы почувствуете, как энергия идет в дно, в нижнее дно, в попу, да, то есть, задницей почуял, да, у нас есть такое. Почему с задницей, да, то есть, общий, первый инстинкт, с задницей чую, что туда или на жарбоне очко лепит, да, то есть, почему, это не с роста. И следующий момент, это первый, когда именно может где-то что-то сорваться, мы не дышим, у нас вот здесь инстинкт, все вибрации только вот здесь, мы не хотим ничего чувствовать, мы не поднимаем на это выше, выше, то есть, здесь есть у нас вот такие мышцы, ну, то есть, я не буду сейчас уходить, просто пытаемся их сделать вот так, как бы чуть-чуть зажать, и сделать три вдоха, то есть, без выдоха, вот. И вы почувствуете, как эти мышцы, этот, выталкивают пальцы. Это верхняя нога, это ваш контейнер, в который может помещаться все ваши эмоции. Если эмоции не выплескиваете, и вы их не можете преобразовывать, что происходит? Или действительно здесь срывает, или же, да, то есть, у нас начинают эмоции, иногда нужны эмоции, чтобы вышли, вот, все сорвало, подперло, ком в горле, часто на практиках, вот, у людей эмоции уже ком в горле, еще чуть-чуть, и все. А еще скулы. Да, еще скулы, живаки, да, то есть, вот, последний. И что мы в этот момент можем делать, что-то муж-виотек, вот. Я просто именно показываю тогда, если уже был вопрос, стрессовая ситуация. Не давать эмоциям себя разносить, иначе разорвем. Все встали, да, то есть, зацепились пальчиками ног за землю. Земля связывает нас с материей. Вот зацепились. Дышим и зацепились. Вот вы. Это состояние, вот почувствуйте, когда я пальцами зацеплен на землю, не дает улететь. Поэтому, если вы чувствуете, что вас накрывает, вы можете, с одной стороны, зацепиться пальцами и не сорваться. С другой стороны, можете сжать зубы, да, то есть, через определенный импульс, сжать зубы, но чувствуете это внутреннее напряжение. А теперь, давайте сделаем глубокий вдох. Радость, да, так. Наполнились радостью. Да, то есть, вот выходят. Вот почувствовали, стали легче. И сейчас быстренько зацепились пальцами. И чувствуем, внимание пошло, внимание, где сила, все это заземляет. Радость уже ушла. То есть, это определенный именно клапан. Если же вы не даете эмоциям, почему мужчины очень быстро вылетают? Это природа конфликта. Выборив, в отношениях очень важно понять, что мы разные. Я уже говорил, мужчина это мужчина, женщина это женщина. Кошка это кошка, собака это собака. Никто не называет кошку больной собакой. Никто. Это разная природа. Разная природа, разная стихия. Мужчина это какая стихия? Огонь. Конфликт это выход энергии с подконтроля. Что происходит, когда Огонь выходит под контролем? Через пожар. Да? То есть, смотрим наш мир. Пару лет назад в России горели леса. Очень сильно горели леса. Через сколько там восстановится вся микрофлора и пауна? Сколько лет должен пройти? 50, наверное. 50-60 лет это когда микрофлора и пауна считаются восстановится. Через год будут уже определенные ростки. Это природа конфликта. Мужчина. Мужчина может терпеть, но если он перегорел, он перегорел. Очень долго. Женская природа. Какая стихия? Вода. Вода, когда выходит под контролем, конфликт. Что происходит? Вода. Сносит все тоже. Наводнение. Мы знаем, в 2004 году в Таиланде было сильнейшее цунами, наводнение. Погибло много людей. А в Крымском прошлом году? А? В Крымском прошлом году. Ну, я вот как-то это... Мы сейчас понимаем другой вопрос. Через сколько микрофлора и пауна восстановится после? Ну, два года. На следующий год, в принципе, уже вырастет все. Ну, не все, но много. По сути говоря, там убрали тела, через три месяца поставили бунгальщики и уже снова пускали туристов. Для женщины все, конфликт, она умирает, все, да, то есть отошла очень быстро, все хорошо, нужно снова строить отношения. А мужчина уже с ней за это время уже разъелся, потому что он понимает, если она так эмоционирует, это уже все. Потому что он себя сразу сравнивает. Поэтому мужчина способен терпеть какие-то вот именно вещи. Но женщина более отходчива. Это важно понять. Поэтому задача женщины в отношениях, с одной стороны, если она будет подавлять эмоции, это вызовет рак и многие проблемные моменты в жизни. Если она будет постоянно эмоцией на своего мужа, в неправильном контексте это может просто его разорвать. И этот пожар, он не восстановится, он разорвет дистанцию, чтобы хоть как-то выжить. Вот тут эти теплота, да, что такое теплота? Теплота, такое нежное чувство, очень долго будут восстанавливаться. И вот тут есть у нас, когда подступили, должны идти эмоции. И если мы эмоцию не выкинули по какой-то причине, нам нельзя, нам сказали, не плачь, ты мужчина, ты женщина, жизнь, терпи и так далее. Непринято, в бороду не положено, все, все терпели, все, мы зажимаем, мы должны терпеть. Энергия есть, да, здесь мы напряжены, энергия должна куда-то выйти. Первым вылетает обычная женщина, третий позвонок. Начинает сыпаться спина, все смещённые диски и так далее, и тому прочее, с чем было занято по психосоматике, карта. Ещё раз говорю, сейчас в рамках воркшопа я не могу давать подробную карту. У меня будет с 11 по 13 октября тренинг на Азовском море, это сопина. Там стоимость проживания, питания и занятия 900 гривен. Помимо меня, там будет ещё Мелихова Маргарита, это ведический островок. Она будет давать, как, скажем так, избавляться от ненужных прошлых сексуальных связей, потому что мы вчера этот момент рассматривали. Будет йога в классике по танжере на расслабление. Не на износ, а на расслабление. И я буду давать именно темы по взаимоотношениям именно с практиками. Они узнали, сколько без проживания есть? 650 гривен будет, кто там рядом, возле Собина, возле Мариуполя. Вот это важный момент. Поэтому вылетают позвонки. И мы что, мы идём к остеопавке или к манувальщику. В принципе, если это правильный манувальщик, он этот диск поставит одним нажатием. Ну, внутренний контейнер переполнен, и мы к нему можем ходить годами. Пока мы не проработаем, пока мы не поменяем отношение к тому, что происходит, это может быть идти, 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 идти. Сейчас время, подскажите мне, пожалуйста. 10.36. Хорошо, четыре основных закона рода. То есть, первый закон — это закон принадлежности. Перед тем, как Душа реализоваться в этом материальном деле, она заключает определённый контакт с Духом. То есть, что, во-первых, я не прошу прощения, Дух будет вести. Душа, она соединяется. Это сакральные понятия, я сейчас туда не буду сильно входить. Но есть эгрегорода. И считается, что, когда Душа решила пойти в этот мир, она сначала берёт внутренний опыт или индивидуальную карму. Эта индивидуальная карма будет до 30 лет, иногда до 40. Вот район 30-40 лет. После 30-40 лет это уже идёт карма рода. Родовая карма. То есть, человек должен встать на ноги, прорабатывать свои какие-то вещи, и потом он может взять более тяжёлый класс. Поэтому иногда мы видим жизнь людей. Вроде бы всё хорошо-хорошо, потом начинает сыпаться, не справляется. Почему так происходит? Есть тонкие моменты, закон. И хотите вы того или не хотите, как только вы родились, у вас встроенная генная память всего, что было родом. Всего, абсолютно всего. И здесь очень важный момент. Считается, что на нас влияют 7 поколений. То есть, за нами ещё стоит 6 человек. Это 6 линий, это 128 человек. Подумайте, какая сила. И иногда, как негативные, так и позитивные, эмоции нам передаются от наших прав, 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 прав. И в чём очень тонкий момент? Закон принадлежности. Хотим мы или не хотим, сознательно или бессознательно, всё это будет проецироваться в нашей жизни. Поэтому есть люди, которые играют в игры, есть люди, которым играет в игра. Чтобы выйти на новую платформу, нужно понять, почему я чувствую сейчас злость, почему я хочу так сделать. Не совершить поступок, не сделать у действий, а сначала сделать вот эту паузу. А для этого я давал на предыдущих упражнениях заякориться с внутренней тишиной, почувствовать себя, расположение тела в пространстве. И с этого состояния уже потом начинать действовать. И когда мы это делаем, мы уже более эффективны. В состоянии аффекта мы ничего не делаем, чтобы потом жалеть. Потому что чувство вины – это то чувство, которое не якорится в теле. Вообще не якорится. И психологам очень тяжело с ним работать. Если вы в православной традиции идёте каяться, то очень часто покаяние, если оно просто совершается ритуально, без внутреннего содержания, покаяние поддерживает у вас всегда чувство вины. Я покаюсь в следующий раз. Я такой, я слабый человек. И мы видим, что мы не хотим брать ответственность на свою жизнь. Мы пытаемся переложить.